В начале января разгорелся очередной, правда, совсем небольшой, можно даже сказать, локальный скандал, связанный с оскорблением чувств верующих. На этот раз виновником бури в православном стыкане стали телеведущий Иван Ургант и его именитый гость – французский актер Жерар Депардье. Все умилялись, когда Депардье вручали ключи от квартиры в Саранске с видом на храм, но вдруг резко изменили отношение к актеру после того, как он появился в эфире Первого канала, а произошло вот что. В силу определенных причин я не могу показать вам отрывок из того самого выпуска шоу «Вечерний Ургант», так что попробую кратко пересказать то, что вызвало гнев некоторой части верующей общественности. В общем-то, тех, кто всегда обижается на то, что кажется им оскорблением религиозных чувств, поскольку они не верят, что Господь в состоянии самостоятельно разобраться с богохульниками, и без помощи земных созданий Ему, всемогущему Творцу, в этом деле никак не обойтись. В эфире от 7 января пришедший на шоу Депардье заявил, что не любит Рождество, поскольку не понимает смысла этого праздника, так как в Бога не верит. «Я никогда не видел Бога, только в добрых и хороших людях, тех, кто любит жизнь и видит жизнь», — сказал Депардье, добавив, что не верит ни в рождение ребенка Иисуса, ни в Архангела Гавриила, который будто бы сообщил Марии о том, что та беременна от Святого Духа. Депардье считает, что сегодняшняя религия, в которую добавляют политику, это очень плохое явление. В то же время, по его словам, он уважает людей, которые верят, и не хочет беспокоить их веру. Но если кто-то спрашивает, то он охотно делится своей точкой зрения по поводу религии. Комичность ситуации заключалась в том, что таким образом актер отвечал на вопрос Урганта о том, какие рождественские блюда он любит готовить. После ответа от Депардье ведущий пошутил, что на самом деле тема выпуска — вера, зачем ты нужна? Но больше всего верующих зрителей возмутило то, что Депардье назвал поросенка, которого готовят в качестве праздничного блюда, своего рода кулинарной жертвой, такой же, какой был Иисус. «Если бы на канале Спас выходила программа «Смак», она бы выглядела точно так», — заключил Ургант. Православные СМИ буквально смаковали околорелигиозные высказывания Депардье, пересказывали их в деталях, корчились от негодования, но продолжали заниматься самобичеванием. Прямо чувствовалось, как им хочется оскорбляться все больше и больше, а заветная 148-я статья Уголовного Кодекса с каждой секундой становится все ближе и реальнее. «У шутки есть предел», — заявил настоятель одного из омских храмов Александр Лемешко. «Этот предел наступает тогда, когда человек начинает глумиться над верой в Бога или над людьми для меня близкими — родителями, семьей, друзьями. Такой человек в моих глазах теряет всякое уважение, и будь он хоть трижды профессор, ученый, спортсмен, начальник или кто бы то ни был, к такому человеку я начинаю испытывать неприязнь и чувство брезгливости». Это слова служителя культа из Омска. А вот Христос говорил, во всяком случае ему приписывают это высказывание, что нужно любить своих врагов. Также Александр Лемешко сообщил, что намерен писать письма во всей инстанции, кроме, конечно же, Небесной канцелярии, с тем, чтобы добиваться наказания двух, по его мнению, злостных богохульников — Урганта и Депардье. Другие православные пытались подобрать к кощунникам самые обидные слова, какие только способны родить их религиозное воображение. Некоторые и вовсе призывали сдать Депардье французским налоговикам, а Урганта — властям Ирана. В свою очередь, движение 40-сороков, вступившись за оскорбленного, как им показалось, Иисуса, призвало Первый канал извиниться перед РПЦ и верующими, снять с сетки вещания передачу «Вечерний Ургант», заблокировать все богохульные выпуски шоу в интернете и лишить Урганта российского гражданства. Вообще-то, в данной ситуации логичнее было бы требовать не лишения гражданства, а отлучения телеведущего от церкви с последующим преданием его анафеме. Можно было даже позвать небезызвестных хоругеносцев — тех, которые еще не спились окончательно — для того, чтобы публично сжечь портреты Урганта и Депардье на потеху православной публики, которая при всем при этом усиленно делает вид, что культивирует любовь к ближнему. Верующие вольны усаживаться на пресловутый духовный стержень так, как им заблагорассудится. Никто и слова не скажет. Но с чего вдруг кто-то решил, что все обязательно должны верить в воображаемое существо, обещающее вечное блаженство тем, кто слепо верит в него, и адские муки тем, кто не желает этого делать? Или должны уважать веру, какой бы абсурдной она ни была? Да и с каких пор высказывать свое личное мнение, в том числе касательно религии, стало чем-то, что требует осуждения, а то и вовсе считается преступлением? Не пляски в храме или, скажем, разрубание икон топором, а именно озвучивание вслух собственной точки зрения. Заставить уважать религию или тех, кто ее проповедует при помощи соответствующей статьи Уголовного кодекса — на мой взгляд, не самая лучшая идея. И уж точно гораздо более оскорбительная для верующих, чем все шутки Урганта и Депардье вместе взятые. Да и с какой стати религия должна быть защищена лучше, чем здравый смысл, почти ежедневно оскорбляемый теми, кто на каждом углу рассказывает о чудодейственных свойствах мощей святых и проводит крестные ходы против пьянства за рулем. Кстати, о танцах в церкви. В 2012 году выходка вполне себе верующих девушек из группы Пусси Райт, по-своему зачитавших в Храме Христа Спасителя немножко политическую молитву к Богородице, привела к тому, что в России была усилена ответственность, вплоть до лишения свободы за оскорбление религиозных чувств. Танцы в храме тогда стали своего рода символом богохульства, хотя, отмечу еще раз, к оскорблению чувств верующих и особенно к атеизму пляски Пусси Райт не имели никакого отношения. Но то, что нельзя обычному человеку, вполне себе допустимо, если все происходит с высочайшего дозволения авторитетных духовных особ. На Рождество в храме святого Иоанна Кронштадтского в поселке Ува местные служители культа устроили такое, за что им пришлось оправдываться аж на официальном сайте монашеской общины. Дело в том, что в Доме Божьем был показан детский спектакль, частью которого являлись танцы. Причем танцы устроили прямо в помещении храма, что вызвало множество гневных комментариев, которые православные верующие оставляли под соответствующей новостью, размещенной на сайте Ижевской епархии. Запись потом, конечно, удалили, но неприятный осадок у ревностных почитателей Христа остался, и некий монах Ефрем даже посчитал необходимым растолковать с недовольным комментатором, что никакого богохульства в детских танцах перед иконостасом не было. Свою точку зрения он проиллюстрировал истории о Давиде, который, цитата, «танцевал и плясал из всей силы перед самой великой святыней Израиля, ковчегом завета, то есть почти в алтаре». Жаль, что об этом библейском сюжете не вспомнили те служители культа, которые в свое время жаждали крови девушек из Пусси Райт. Верующих девушек, между прочим. Надеюсь только на то, что после всей этой истории те верующие, которые не знали смысла выражения двойные стандарты, познакомились с данным явлением, не чуждым, как мы видим, и православной церкви. Кстати, в храме можно не только покупать свечки, получать бесплатные ювелирные украшения в обмен над добровольные пожертвования со строго фиксированной суммой, петь, плясать и обращаться в молитвах к воображаемому существу, но и заводить новые знакомства. Митрополит Илларион считает церковь идеальной площадкой для поиска второй половинки. «Конечно, храм — это дом Божий. И, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту», сказал митрополит. «С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь». Служитель культа добавил, что многие православные обзавелись семьями, познакомившись друг с другом именно в храме, при исполнении церковных послушаний или во внебогослужебное время. И это просто замечательно. Нет, серьезно. Особенно если учесть, что мест для порядочных знакомств в последнее время становится все меньше. Музеи отдают церкви, библиотеки закрывают, даже помещения планетариев и театров нет-нет, да и передадут людям религиозным. Им нужнее, мы все прекрасно понимаем. А так, православный клуб знакомств в стенах Божьего дома — это как раз то, чего не хватало служителям культа для привлечения паствы в свои торговые точки по реализации духовности. Можно даже пойти дальше и открыть официальное церковное брачное агентство. Прибыль от работы православных свах, отправляющих искателей большой и чистой любви в храмы, уверен, стала бы хорошим подспорьем для митрополита Илариона. На новый пентхаус в Испании он, может быть, и не заработал бы, но уж точно расплатился бы с долгами по уже имеющейся у него зарубежной квартире с видом на Средиземное море. Впрочем, вся эта суета, похоже, не имеет никакого смысла, поскольку грядет возвращение Иисуса Христа. По крайней мере, так кажется грузинскому патриарху Илье II. Во время воскресного богослужения он заявил, что близится второе пришествие, и люди должны быть готовыми к нему. Я слышу от некоторых верующих, что говорят, что уже очень скоро, но я так скажу, может, осталось несколько дней, и поэтому слова царя Давида «спаси Господь Давида и даруй ему спокойствие» очень актуальны, сказал грузинский патриарх. При этом он уточнил, что самое главное сейчас это спокойствие, которого так не хватает людям в современном мире. «Мы надеемся на ученых, культуру и достижения», уверен патриарх, однако нужно помнить, что все находится в руках Божьих. Мировые религии за тысячелетия своего существования сумели наладить неплохой, если не сказать идеальный духовный бизнес, так что они совершенно не заинтересованы в том, чтобы древние пророчества о наступлении апокалипсиса сбывались. Наверное, именно поэтому глава РПЦ патриарх Кирилл не так давно уговаривал паству сделать все возможное для того, чтобы затормозить наше сползание в бездну окончания истории и тем самым отложить наступление конца света, то есть второго пришествия Христа. Тем не менее, никто не может запретить грузинскому патриарху верить в то, что Бог наконец-то явится своим созданием, причем не через тысячу или две тысячи лет, а уже совсем скоро. Но думаю, другим религиозным лидерам не очень хотелось бы встречаться со своим работодателем именно сейчас, в тот самый момент, когда церковь только начала восстанавливать из руин свой духовный бизнес. В Ростове, например, у местной епархии дела наконец-то пошли в гору. В течение нескольких лет там решалась судьба театра кукол, долгое время занимавшего здание, возведенное на месте греческой церкви. От первоначального культового сооружения осталась лишь часть фундамента. В 60-х годах храм был снесен, и на его месте построили кукольный театр. Ссылаясь на необходимость исполнения федерального закона о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, в 2017 году городские власти предложили театру кукол переехать на окраину, заняв здание бывшей мечети. Однако уже в 2018-м ростовских кукол вместе с актерами решили выселить просто так, не предоставив никаких альтернативных вариантов. Местные жители неоднократно выходили на пикеты, на которых напоминали чиновникам и представителям РПЦ, сколько в Ростове храмов, а сколько кукольных театров. 53 церкви против одного-единственного театра. Судьба театра была решена в начале 2020 года. Глава регионального министерства имущества сообщил, что здание театра кукол передано в собственность православной епархии. По его словам, это было сделано в соответствии с соглашением о сотрудничестве между Министерством культуры Ростовской области и Русской православной церковью. При этом, что любопытно, театр никуда не переезжает. Пока что он останется в том самом здании, где находится сейчас, и будет находиться там на основании договора безвозмездного бессрочного пользования до тех пор, пока областное министерство культуры не подыщет театру новое здание. Тем временем, пока Бога все еще нет, руководство благотворительного фонда «Улыбка ребенка» похоже восприняло буквально призыв одной детской песни делиться своей улыбкой для того, чтобы она вернулась обратно к тем, кто ее дарит, и щедро тратила деньги, предназначавшиеся для помощи сиротам, инвалидам и людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Вот только под окружающими в фонде подразумевали исключительно православных служителей культа. 13 января суд Нижнего Новгорода лишил регистрации созданной в 2010 году благотворительный фонд «Улыбка ребенка». Иск подало Главное управление Минюста России. Оказалось, что вместо помощи тем, кто в ней нуждался, руководство фонда заключало договоры добровольных пожертвований с одним из приходов Нижегородской церкви «Преображение Господня». В итоге более 45 миллионов рублей были потрачены на ремонт и восстановление православных храмов, приобретение религиозной литературы, создание учебного класса для духовных занятий, а также покупку бытовых приборов, топлива и прочих товаров и услуг, не имеющих никакого отношения ни к сиротам, ни к инвалидам, но, возможно, каким-то образом связанных с теми людьми, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Если, конечно, считать служителей культа теми, кто оказался в сложной жизненной ситуации. «А вы говорите второе пришествие. Да кому оно надо, когда вокруг творятся столь благостные дела?» Ну, во всяком случае, вот эти бесы, которые постоянно с нами рядом, как и Господь, конечно, с нами, вот эта вот молитва, если мы говорим, что все-таки она должна быть не короткая, она постоянная, даже на устах, вот эта молитва Иисуса, особенно, Господь Иисус Христе, она постоянно, как дыхание, вот как говорят, как вот дыхание должно быть, но постоянно будет. Если мы где-то идем, тем более, не надо каких-то там мечтаний, еще что-то пустых разговоров, а вот стараться, тем более, часами у телевизора сидеть, что-то пустые там, когда в голове такая кашка дальше окложится и просто уснуть не может от все это. Это действительно какая-то бесовщина, там что-то, надо посмотреть по телевидению, вот, или для дебилов передачи. Вот лучше заменить это вот молитвой, чтение Святых Отец, ну, или какой-то душеспасительной книгой, не знаю, чем-то, вот, ну, только вот не таким вот, можно сказать, пустым времяпрепровождением, когда Господь говорит, я за каждую минуту, за каждое слово спрошу ответ. Вот, поэтому молитва самые-самые большее, что нас приближает к Богу. Злодеи, безбожники, негодяи, преступники, презрители Божией благодати. Пусть Господь хранит вас.